Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня у меня небольшой обзорчик. Девчонки, никогда не смотрела на мужские свитера. Вот у Брунелла Кучинели, я имею в виду. И вот я в них залезла и обалдела, думая, нам нужно срочно-срочно-срочно какой-то мужской связать. И вот сделала вам такую подборочку. В основном это кардиганы у него. И в основном, что меня порадовало, вот второй свитер, свитеров как таковых, там и нет. Вот этот я пронумеровала, чтобы вы оставляли свое мнение, чтобы я понимала, о каком вы говорите, о чем мы говорим. Ну и понятное дело, что нам нужно решить, что же мы сделаем. Хотя бы одну модельку мужскую нам нужно сделать. Но что же мы так обижаем наших мужчин? Вот тут я вижу классические свитеры, реглан. Но единственный нюанс это карман. На самом деле простая базовая модель. Вот. Симпатичный мужчина. Вот этот вот, конечно, я вам просто показываю для, как бы, для, 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 для сравнения. Скорее всего, заморачиваться мы не будем с ним. Вот все кардиганы либо на застежке, на пуговицах, либо на молниях. Ну и красивый, конечно, но я считаю, что не стоит на него тратить время много. Во всяком случае, стоит разобрать базовую модель, я так думаю. А кто поопытнее, он уже себе добавит орнамент без проблем, я думаю. Сам орнамент я могу вам нарисовать просто схематически. Вот. Следующая модель. Вот тоже кардиган. Эти кардиганы, вот первый, я пока болтала, он показался. Вот такой же, но только со стойкой и воротником. Карманы, молния. А здесь капюшон. В том кардигане у нас стойка-воротник. Японское плечо. При том, что мне нравится, все цельно вязано вот в этих моделях. В большинстве моделей все они цельно вязанные. Вот. Так, это следующее. Тоже японское плечо. Тоже полупатентная резинка. Как бы никаких сложных узоров у него нет. Все играет на фактурах пряжи. Вот видите, несколько нитей. Напоминает мне тут джемпер, что я взять на работу вязала. Из остатков всяких шерстяных ниток. Вот что осталось, то смоталось. И вот такая вот красота получилась. Классика. Вот единственный джемпер, который я там увидела, это погоном. Тоже базовый. Вот видно хорошо. Рукав погон. Здесь сшит. Здесь явно видно, что он сшит и по бокам, и рукав. И все здесь сшито. Это на этом единственном. Я обратила внимание. Вот видите, вот здесь вот очень хорошо виден шов. На левом фото. Прекрасно видно. Вот. Далее вот такой вот кардиганчик. Тоже похож на тот. Только узор другой. Тоже японское плечо. Цельновязанный рукав. Жгуты. То есть, я же говорю, разобрать одну модель, либо шалевым воротником, либо вот такой вот стойкой с капюшоном. А сам, вот, последняя модель, девчонка. Сам принцип, как бы, два, три даже базовых вещи. И на основе них, как бы, уже отклонения идут. Ну, как разветвление. Вот. Абсолютно одинаковый кардиган. Ну, вот только гладью связанный и полупатентной резинкой. Вот я тоже. Японское плечо. Тоже цельновязанный. Карманчики. Вот я склоняюсь к этой модели. Разобрать, вернее, подробно связать одну модель. Из вот этих вот двух. Либо такую, либо такую. Это вы все мне пишите. Шалевый воротник. Карманы. Ну, и понятное дело, одну мы разберем. А вторую можно связать, уже разобравшись. Вот. Все, у меня пропало. Все. Сейчас что-то вставлю. Пропало видео. А я еще не успела попрощаться. Ну, вот. В принципе, это все я вам сказала. На этом, девчонки, все. Я жду ваших мнений, комментариев и т.д. и т.д. Ну, в общем, жду ваш отзыв на вот эту вот тему. Как вам она? Вот. Ну, и я с вами прощаюсь на сегодня. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.